добрый вечер дорогие друзья дайте пожалуйста обратную связь как меня слышно плюсики пошли спасибо спасибо я заранее благодарю алексея дьякова и олега сошникова которых я вижу здесь мне сегодня ассистирующих нас трое и мы все в тельняшках я еще раз приношу свои извинения за прерванный вебинар прошлого четверга к сожалению так получилось но я проверял все но что поделаешь жизнь есть жизнь тем не менее она идет дальше и мы продолжим сегодня вернее что-то придется снова начать и пойдем дальше итак актуальные и комментарии к счастью или как раз вот спасибо ассистентам поставили ролик новостей нашей компании где дарья сообщала или комментировала то что сказал анатолий горы чиницкий своем интервью я еще раз остановлюсь на этом прокомментирую кое-что больше но в принципе она основные точки все обозначил я бы еще добавил сюда то что анатолий эдуардович только за 2019 год был в командировках более 200 дней то есть он практически почти две трети всего года а если считать что это в основном рабочие дни был в объединенных арабских эмиратах 192 дня из этого самолетом пролетал более 200 тысяч километров это пять раз вокруг земли то есть это очень немаленько но надо сказать что надо это надо делать и как и дарья сказала что я хочу здесь особо отметить что 2020 год станет решающим для группы компаний skyway почему именно потому что планируется выход на мировой транспортный рынок именно с комплексом инновационных технологий skyway и это очень важно что такой выход это не просто вход в какую-то дверь или или вход на какой-то базар или что-то еще это начало реальных строительных работ которые будут ну как бы уже развиты то есть 2020 году это не значит что они еще не велись но они велись еще не на рынке а верлись как таковые вы каких на парке в инновационном парке в шарджи они велись и ведутся сейчас подготовительные работы это говорит о том что подготавливается подготовленной подготавливается база выхода на производственную линию и связи с этим как раз генеральный конструктор и автор технологий говорит что создается транспортно-инфраструктурная отрасль если говорить о том что такое отрасль то надо понимать что это не просто какой-то там ну взяли начали строить там что-то копать какие-то металлоконструкции нет это надо обеспечить весь комплекс отраслевой комплекс для этого что это такое даже только просто один проект адресный проект как мы их раньше называли называем сейчас он требует и подвижный состав подвижной состав он требует изготовление трассы причем не разовая а линейная то есть постоянная готовность ведения этого полностью наличие технологии технологии всех узлов всех операций это все должно быть описано это не так что сказали вот из этой точки в эту точку идите думайте строители как это делать каждая операция должна быть технологически прописано это это что о чем это говорит это говорит о том что требуется скажем практически армия целая армия конструкторов в своем интервью юницкий там говорит что приводит пример для интереса значит кому интересно я просто так для сравнения приведу он просто не знает что сейчас или знает но не не имеет права там рассказывать что там другие компании он приводит так называемый мало опасный период завершения социалистического государства когда белоруссии надо было построить триста пятьдесят километров достаточно хороших современных шоссейных дорог и министерство транспорта институт для этого наняли десять тысяч специалистов и конструкторов которые осуществляли обслуживание всего этого дела всего триста пятьдесят километров не будем сейчас значит проводить там параллели или что-то даже если мы на 3 на 3 поделим то все равно это много а у нас сейчас как бы зао струнных технологий 50 бюро как сказала дарья и это она повторила то что было в интервью и что самое важное то что более тысячи работников из которых львиная доля это проектно-конструкторский состав теперь я прокомментирую плюс значит я завершу этот тезис транспортно-инфраструктурной отрасли это наладка это строительство наладка сервис управление этим всем автоматизация автоматизировано управление причем смарт или умное управление управление в принципе не может быть глупым или дурным оно и должно быть таковое но оно должно быть еще и безопасное и об этом тоже мы говорили и об детали не будут даваться депо умная система взаимодействий с другими смежными транспортными системами и с другими партнерами которые будут привлекаться и к проектированию и к строительству и к другим другим моментом энергетика это отдельная и очень интересная вещь о которой мы мало что знаем потому что слава богу компания держит все конфиденциально и связь естественно причем помещение которые вот теперь я перехожу значит к тому почему значит или не почему а что стоит за тем что вот взяли вдруг так и хоп и купили новое здание девятиэтажное здание там люди задавали вопросы еще будет сегодня вопрос к ответах что а что с этим связано что будет старой продали ли сдали в аренду не хватает я могу сказать так что когда-то основном компания заостроенной технологии располагалась в аренном в арендных помещениях надзержинского 106 по моему 7 ошибаюсь вот снимала 1 1 7 по моему 12 этаж там остались часть людей потому что не все смогли перебраться в четырехэтажное здание на значит вот это новое четырехэтажное здание и потребовалось а часть конструкторов сидели в арендных помещениях другой других местах но вы понимаете что целях конфиденциальности требуется очень качественные помещения которые были бы соответствующим образом отделены друг от друга группа 50 50 групп различных или отделывали или ну скажем так рабочий групп который работы причем там своя система абсолютная система конфиденциальности компьютерная серверная и так далее это все требует места причем там нельзя ходить из одного помещения группы помещений должны отделены доступы определенным работникам только в свою группу помещений и так далее так далее это все очень серьезно друзья вот тем более уже именно на этих последних этапах вот юницкой оценивать свою команду как актив стоимостью не менее двух миллиардов долларов можно по-разному говорить но есть очень простой такой метод палец пол потолок или металл кулака как говорят эстонцы это сравнить что каких-то параллельных отраслях маломальский подобных на и сколько стоит вот команда которая делает ту колоссальную работу которую с при нашей поддержке делает команда зао струнной технологии все эти эко технопарк шарджа и прочее до 2 миллиарда долларов вполне рассчитываем а причем это тут свои методики есть это вполне можно рассчитать я думаю что здесь юницкий еще немножко поскромничал это мое мнение по оценке юницкого 21 веке на планете должно быть построен не менее 20 миллионов километров струнных дорог и все это должно работать в автоматическом режиме абсолютно безопасно понимаете вот я специально это еще написал потому что это проходит дальше у него в выступлений потому что это отдельная система и для этого вообще и создается и создавалась и создается сейчас фактически доводится именно блокчейн платформа мы и я в том числе сетуем время от времени значит на то что вот токены вроде бы выпустили потом бумага 1 бумага 2 или версия 1 версия 2 значит хочется уже тут орудовать с токенами да вы же поймите дорогие друзья нет токен в первую очередь является условием выхода нашего на мировой рынок строительный строительный рынок именно транспортный строительный рынок транспорта нового поколения а вся система а что такое вся система в том числе и управление безопасность управления автоматика это самый большой но уха у нас будет понимаете кроме тех других ну в принципе и это будет черный ящик поэтому сейчас работают именно над этой частью и естественно по мере возможностей подготавливается вся вот это так называемая токенизация и возможность выхода и об этом еще потом буду говорить значит как это мне видится как не видится друзья я делюсь с вами это мое мнение вот я считаю эти вещи актуальными для понимания для того чтобы мы акционеры и инвесторы и партнеры что нам надо об этом знать на мой взгляд вот и поэтому это очень существенно дорогие друзья прошу это учитывать и другим передавать теперь говорится выступление и о том что я это обозначил очень коротко технологии отдельно инвестиционная платформа 1 из котлеты как мухи мухи котлеты как угодно это образно можно говорить русский язык богаты на значит аналогии но в данном случае технологии отдельно инвестиционной платформы отдельно что у нас до сих пор получалось у нас много чего получалось у нас везде было скайвей и не понять то ли идет речь о технологии то ли идет о скайвей капитале то ли идет о том же самом свиге значит св и г вот и так далее и везде вставлялась везде стояла эмблема там какой-то несет не все время но случалось и так что и случается что на уголке стоит эмблема кто-то кто открывается о скайвей а там такая колесица вот иногда вот даже мои большие уши вянут но я уже не говорю о своей прическе вот и поэтому одно дело технология но технология это извините меня она себя она состоявшаяся нет оснований говорить о том что она плохая понимаете и экотехнопарк и и на транс 1 и на транс 2 2018 и на транс 3 в этом году это и арабские объединенные эмираты это и всемирные форумы где участвовала технология все это испытание это сертификация это сертификаты это лицензии это все мощнейший то есть индустрия создается друзья она будет стоять или на ней она капитал через нее капитализируются наши акции наши инвестиции и поэтому здесь очень осторожно к этому надо относиться просто не хватало скажем так ни ума не времени на этом заостриться настал этот период самый последний момент поэтому инвестиционная платформа отдельно и об этом еще что-то буду говорить о том вот но технологии и и поэтому происходит процесс ли бренит мы прочее по-разному можно относиться к тому что и как говорит она про эдуардович да кто-то как вот так вот нам нет дорогие друзья это просто такая форма которого он обязан принять в душе он это четко и в душе и в реальности на экофесте и не на одном экофесте четко говорит что существует и развивается технология благодаря поддержке кредитно инвестиционной поддержки сообщества скажем инвесторов акционеров теперь понимаете вот и поэтому здесь но это в интересах нас всех чтобы технология была бы скажем обособлена и больше бы нигде не размахивали ее как красной красной тряпкой которая скажем замарана бог знает еще четко есть много что в интернете происходит и поэтому это надо отделить одно от другого в зао струнной технологии инвестировано около 75 миллионов долларов сша говорит значит анатолий дар сирийский что это значит это значит что зао струнной технологии сегодня я вам говорил где-то там середине года что ориентировочно по когда делался аудит прошлого года то предполагалось что будет где-то 50 52 55 миллионов долларов сша сегодня 70 по состоянию я так полагаю это мое мое предположение я не ходил и не имею права нигде ни в каких балансов копаться но коль так заявлено то это я предполагаю знаю как что говорится что это баланс или так называемое состояние имущества компании зао струнной технологии очень серьезная вещь дорогие друзья теперь дальше шоурум на счет но так называемая площадка презентационная переместилась из белоруссии в объединенных арабские эмираты да там он дает комментарии почему это нужно абсолютно согласен и это очень мудрое решение потому что арабские эмираты есть арабские эмираты и многим если не сказать 80 процентов в любом случае скажем покупая что-то очень важно для них в каком магазине они это покупают понимаете или где они об этом увидели увидели они там или там ли где богатые самодостаточные достигшие определенного ну скажем благополучия процветания люди или там где все тоже хорошо чистенько и красиво понимаете меня да то есть это очень серьезный вопрос это правильно причем там есть поддержка там есть определенные преференции или ну скажем возможности все это там тем более естественно туда последняя фаза или окончание первой фазы его последний этап 14 15 это естественно и правильно туда перенести это международно хотя и беларуси это тоже государство и так далее за это время создана построена 6 тестовых участков 5 беларуси и один в обвиненных арабских эмиратах да правильно на собственном производстве изготовлено уже более 10 моделей подвиженства так далее используется дорогостоящие оборудование это действительно действительно очень классное мир она не потому что вот хочется дорогостоящие оборудование просто это качественные станки цен 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 и другие станки которые позволяют производить мотор-колесо узлы мотор-колеса и прочее их развивать и дорабатывать и так далее вот почему создана электральная система управления о чем уже говорит в 2020 году будет показан сертификационный подвижной состав или вернее сертифицированный подвижной состав который сможет развивать скорость 150 километров час на территории уже шар все очень серьезно иногда спрашивают что ну да а где-то он едет 150 километров вы знаете что показывает практика когда вот мы беседуем с людьми какие-то оценки делаем оцениваем делаем предпроектные какие-то исследования что имеет ли смысл где-то говорить о вообще подготовки к и предложению головной компании проектов или нет то расчет показывает что 150 километров но она на межгородских трассах то есть когда края трасса должна быть более скажем там вернее между остановками должны быть расстояние не менее там скажем четырех пяти километров тогда имеет смысл развивать но в среднем по городу получается скорости 80 85 90 максимум 90 километров час это очень хорошие скорости это в четыре в пять раз выше скоростей которые сегодня имеются в наличии в городах трамвай в лучшем случае 20 25 километров в час автомашины чуть чуть быстрее ездят по городу я вот на спидометре своей машине смотрю а я очень резкий парень когда я сажусь за руль я люблю надавить на кашетку у меня ну вот но от силы 35 километров в час получается по дню хотя не очень много в последнее время по городу к счастью езжу чтобы не тратить свои нервы на все эти пробки и прочие заморочки то есть это очень серьезные дела друзья поэтому ответы на вопросы следующие я думаю что я я еще буду возвращаться косвенно к выступлению или скажем интервью анатолия дардача но здесь подведу пока прежде чем перейдут вопросом подведу такую ну как бы промежуточную черту резюме абсолютно несколько вебинаров назад если вы помните был вопрос что что такое после долго или последнее время вообще головная компания анатолий дарыч вообще от нас отвернулся никаких нет нельзя задать ни вопросов ни ответов не получать пожалуйста но надо быть готовыми что мы в дальнейшем будем получать информацию по мере плана маркетингового плана большой корпорации это очень серьезная вещь дорогие друзья и каждая информация должна быть подана в соответствии с целью и назначением этой информации и бы приурочена к соответствующему действию подписанию началу чего-то или наоборот после этого понимаете да потому что рынок все внимательнее следит за нами вот вот основные причины теперь идем дальше вопросы коронавирус я почему они говорю потому что сам вирус по себе ну скажем так он там грипп вирус его по разному называют все зависит от того кто об этом говорит теперь я тоже небольшой специалист но я умею ходить я полагаю что я умею ходить по рынку и слушать где что говорят на этот счет теперь что касается коронавирус это личный мой вывод сравнивая имея значит ну как бы определенные навыки системного анализа той же самой информации и потому что ну все надо рассматривать не просто так вот я увидел что тыс ой все зараза пошло теперь все помрут или там что-то страшно будет да если смотреть узко по мере того что да действительно вирус много людей могут могут заразиться теперь начинаем рассматривать да что это такое а если какие-то тенденции ли что-то из политики что-то из экономики что-то из конспирологии что-то из идеологии и так далее что-то из политики и международных взаимоотношений то начинаешь смотреть что а и начинаешь смотреть а кому это выгодно где выгодополучатели всего этого дела потому что казалось бы но если просто отделить значит вирус и его наличие то выгодополучатель вирус но вирус использует тогда выгодополучатели получается уже совсем другие и вот тут начинаешь смотреть почему я об этом говорю что мы должны ощущать какой среде и куда мир сейчас меняется дело очень серьезно я не буду долго больше говорить хочу сказать что дело не только в вирусе вирус страшный не надо здесь паниковать потому что практически ученые российские они не глупые люди если не сказать что умные а так она есть все ну или скажем так тех кому слово дают и кто получают его большинстве сообщают что фактически структура коронавируса это тот же вирус что и спит то есть она ее как бы механизм влияние на иммунную клетку на клетку и на мундельную систему человека таково что это так называемый ежик который пытается впрыснуть свой назовем это ядом своими эти шипами и начинать парализовывать эти клетки и деформировать клеточную структуру все а к этому уже есть лекарства и найдут непосредственно есть особенностью коронавируса несколько другие поэтому к этому найдут лекарства но тем не менее надо подстерегаться но посмотрите а что в политике происходит почему это именно произошло в значит ухань послушайте что происходит и я подвожу здесь черту больше не буду долго говорить это политический заказ это специальная акция которая направлена на дестабилизацию и она поддержана именно властями ухань об этом очень четко информация говорит что это про американские или скажем так блок про скажем либеральные силы китае которые пытаются дестабилизировать обстановку и тем самым укрепить свою власть кому это выгодно можно догадаться при этом я немножко сомневался в этом деле но когда я узнал что дэнсиан пин был скажем си цзин пин был в россии почти полмесяца но слушайте это визит почти полмесяца до вот и какие заявления были сделаны то это говорит о том что идет определенная как бы поддержка и россии и китая и главы этих государств стремятся к стабилизации своих экономик своих политик и свои политики и как бы уменьшение если правильно сказать уменьшение влияния американизма или американско-соединенных штатов америки и либеральных сил идет борьба очень серьезная борьба дорогие друзья вот и это я считаю что это основная причина коронавируса а вирус как такого да действительно вирус погибают умирают люди но люди умирают и от гриппа и от всего и это всегда печально поэтому берегите себя и будьте бдительны относитесь ко всему про активно не сейте панику так вопрос поясните пожалуйста подробнее относительно всех технологий которые входят войдут в холдинг ну тут я перевел перенес сюда как написано прокомментирую холдинг gti и от прибыли которых мы будем получать дивиденды это но технологии которые как бы относятся или является собственностью gti агротехнологии не является собственностью gti энерготехнологии значит солнечные батареи солнечные аккумуляторы батареи они тоже пока не являются энерготехнологии но энерготехнологии использование энергию инерционных сил и скажем динамических сил движения подвижных составов это серьезная энергетическая технология это естественно входит юни мобиль это абсолютно не по нам она просто возникла в рамках или помещениях это оплачено другими людьми вот юни мобиль и это не наша собственность мостовые сооружения да мостовые сооружения это так называемые определенные технологии которые относятся к именно вот к тому что зао струнте технологии делать и целый ряд еще там же та же самая агротехнологии то скорее всего технология гумуса она прямо не имеет она имеет уже 30-летнюю историю там все до этого поэтому я еще расскажу что технологии как таковые они не принесут прибыль где бы они не находились понятно да технологии приносят прибыль когда они выведены на рынок поэтому они лежат на полке и я не исключаю что какая-то из них наиболее выгодная технология за счет скажем так принятия как опять таки определенного проекта будет финансирована за счет площадки токенизации за счет блокчейн площадки ли с за счет skyway global токена и она войдет но она будет входить уже в тот проект наше что наше родное после 15 этапа это все будет все что связано с проектом инновационного струнного транспорта с его введением сертификации введением на мировой рынок вот это все скажем так будет прямо прямо работать все остальное может косвенно работы не буду сейчас даваться в подробности и об этом неоднократно уже на вебинара говорит и тут важно еще понять и то что эти технологии они как бы в целом вот вот такой вопрос не буду больше здесь разве разглагольствовать svx это то же самое что и доли акции с выской ну skyway скажем так свx я так полагаю что это человек спрашивает о том что было написано сейчас белой бумаги это так называемый проект адресный проект и у каждого будет свои или как-то он будет привязан через что-то может быть через акции может быть через токены будет привязан к и вы как бы будет выведен на рынок в чем разница между ними то что акции skyway низками извиняюсь акции евразии на русском холдинга есть акции а это что-то другое данный токен привязана конкретного да правильно они привязаны конкретному адресному проекту месту и так далее и к определенному бизнес-план будут еще токен других стран нет это нельзя сказать что другие стран просто будут другие другие токены их там x 1 x 2 x 3 4 x 25 там и так далее когда ты даже рисовал что-то аналогичное про акции токи на акции это в принципе одно электронное другая другое бумажное или скажем так блокчейновая акция это токен а обычная акция это акция или доля насчет насчет новостей недавно приобрели уже ответил будет ли в этом году дивиденды вот знаете этот вопрос время от времени задают хотелось бы и тут я немножко по разглагольству или так по балаболю как говорят народе значит вы понимаете я не исключаю вот мы сейчас будем дальше рассматривать схему которая уже у нас была кстати из белой бумаги вот кто его знает как у нас пойдет токенизация удастся сложится схема выхода и инвестиций пойдут проекты будет прибыль могут быть дивиденды ведь на вопрос будет ли в этом году дивиденды я бы задал иной вопрос а будет ли чистая прибыль если будет чистая прибыль то будет и дивиденды там дальше будет вот хороший вопрос спасибо компания получает прибыль там более длинный разговор был я просто фрагментов компания получать прибыль допустим 5 миллиардов очень хороший вариант компания gti будет ли автоматически распределены 20 процентов этой суммы то есть 1 миллиард на дивиденды инвесторам надо понимать каким инвестором будет что выделено поэтому здесь я вам покажу такую схему смотрите в первую очередь вот весь акционерный капитал теперь сегодня у нас а акции gti gti а акции 121 миллиард и b акции 279 миллиарда условно говоря плюс минус теперь что получается получается то что 20 процентов то есть это привилегированных 69 процентов и сюда вот эти 20 процентов пойдут на эти акции их сразу отчислят все остальное дальше будет приниматься решение что с этим делать а как там вопрос звучит что на дивиденды инвестором да они пойдут на дивиденды инвестором евразии на русском и систем колдинга то есть на те 200 на тех кто владеют вот этими акциями там 200 с чем-то 239 миллиардов и 279 миллиардов или будет или будет собрание мажоритария на котором может быть принято решение ах не выплатить нет дело в том что скажем так в глобал транспорт инвестмент уже мы являемся мажоритариями эти компании и прописано в документах и в уставах что глобал транспорт инвестор является владельцем технологий он выпустил акции дочерних компаний вложив туда соответственно насчет привилегированной акции и поэтому они являются как бы собственными этих привилегированных акций поэтому и причем эти компании евразии на русском и систем сколдинг все 1 2 3 они не являются компаниями которые ведут хозяйственные деятельности они являются компаниями держателями поэтому просто говоря не мудрствуя вот эта ситуация которая здесь выше написано пять миллиардов есть чистая прибыль у джеки джеки железно обязана 20 процентов отделить и распределить и отдать их евразии на русском систем сколдинг 1 2 и 3 в соответствии с наличием там привилегированных акций вот чем вопрос а то что она будет там внутри с остальным делать да там работает вот этот принцип вот этот принцип там работает 8 вопрос в россии и других странах из-за них криптовалюта запрещена ну не совсем запрещена операции там многие вещи будем относиться что запрещено все проводились ли работы по разъяснению как людям можно продать скорее global токены а это скоро станет возможным до станет возможным согласен так чтобы государство не заморозило счета покупателя дорогие друзья здесь надо очень четко понимать что skyway global токены покупаются или скажем так приобретены не в россии и проданы не в россии это первое постулат или первое положение они где-то в интернете где-то еще какой-то стране если там придираться к юрисдикции там надо смотреть они будут по крайней мере сделаны в эстонии потому держателям этих самых с вега токенов является компания которая учреждена эстонском законодательном поле понятно да вот это операции за пределами россии единственное что будет россии деньги поступят на счет россии поэтому никто не имеет права запретить получать деньги да с них надо будет заплатить определенные налоги все вот все что какое взаимоотношение с российской федерации вот у человека который там получит что-то за токи так девятые вопросы вернали формула для расчета дивидендов жить а вот человек значит спросил чистая прибыль холдинга еще раз повторяю значит жить я и завод разделить на 0,2 те же самые 20 процентов чистой прибыли которые и он привел что это 400 миллиардов акций а и разделить на 400 миллиардов акций и равняется сумма дивидендов на одну акцию нет если так рассматривать то это а дивиденды на все эти акции но дело в том что 20 процентов и привилегированы акции только здесь в компаниях евразии на релске в системе здесь поэтому это не совсем не совсем это вообще неправильно и здесь надо смотреть таким образом что в данной ситуации верная формула чистая прибыль холдинга gti за год умножается 0,2 то есть выделяется 20 процентов чистой прибыли это и делится приблизительно на 2 миллиарда 700 на 2 на 279 миллиардов 600 миллионов и так далее акции получается величать величина дивидендов или дивидендов на одну акцию всех компаний на любую акцию в евразии 1 2 3 теперь смотрим сколько этих акций сколько этих акций извиняюсь не туда пошел сколько этих акций в скажем а тут нет мне не разбито но там есть так что на в первых двух 133 миллиона в последний или в 146 миллионов миллиардов извиняюсь вот соответственно а здесь по моему там было 33 нет там как-то делилось 68 на 70 чем-то соответственно в каждую в пропорциональной акции который там есть то есть и тем не менее на одну акцию будет во всех трех одинаковая сумма понятно да одинаковая сумма или величина извиняюсь одинаковая величина величина дивидендов десятый вопрос изготавливается ли и он уже два раза задавался 300 местный модуль если да то на каком этапе строительства вы знаете что я этого не знаю работа над этим ведутся но опять таки значит заявлено или что вот когда это актуально об этом не говорят и мне трудно об этом сказать но знаю что если это заявлено то проектные работы ведутся и подготовительные работы по его выпуску потому что там требуется отдельные операции которые требуют новой оснастки вот все что я могу сказать более ничего не буду вам говорить если да то на каком этапе не знаю на каком этапе строительства услышите когда будет готова конфиденциальность строится ли в настоящее время 20 километровая трасса в шаг же до готовится строительство но на каком она этапе и будет издана двадцатом году не знаю не могу сказать не проектировал не знаю никто об этом не говорит и не буду говорить я и коротко окончании вопросов на вернее ответом на вопросы остановлюсь коротко на ребрендинге так называем или изменение бренда нашей компании которая называлась и пока еще называется скорее капитал вот хотя видите здесь уже есть элементы репрендинга видите как здесь свц потом посмотрели как оформлен уже первый лист последний лист покажу и так далее то есть изменение бренда формата и содержание подаваемой информации в первую очередь очень важно неукослительно использовать информацию только из официальных источников с указанием ссылки все никаких там поставил фотографию кому что в голову взбрело в том числе и мне извинить за выражение только четко говорим причем желательно или скажем даже требуется чтобы мы не пользовались лишний раз названием технология струнного транспорта называемая или как бы сковей до инновационной технологии струнного транспорта чтобы меньше манипулировать и как бы апеллировать к названию технологии сковей потому что это очень серьезный вопрос вот только из официальных только с указанием ссылки не менее второе очень важно использование лога нигде нельзя использовать бога которая имеет головная компания и наша с вами как бы компания или вернее наши дачи материнская компания global transport investment и которая располагает правом собственности на это лога вот им нельзя пользоваться если нужно где-то воспользоваться надо делать запрос на это и получив разрешение только после этого используют вы понимаете что это очень серьезно причем это подлежит штрафу при усечении что кто-то что-то не так сделал и название содержанием название содержанием наименование технологии в том числе и естественно целый ряд ограничений то есть я не буду сейчас даваться опять-таки там во все эти пункты которые здесь в связи с этим выявлены но могу сказать что это дело очень серьезно и мне задавали в чате вопрос вот там значит хавратов там команда там компании подписывали там соглашение какое-то вот связи с этим соглашение подписывалось в основном я так думаю я там не был но я так полагаю что это так дальше это мы были а теперь хочу остановиться еще коротенько на том что смотрите очень четко подтверждает выступление интервью последний что заканчивается еще раз повторю чтобы мы все понимали схемно и в общем первая фаза развития сертификации инновационной технологии струнного транспорта и обеспечение выхода на рынок это первая фаза выход на вторую фазу то есть 15 этапа заканчивается но одновременно идет уже выход во вторую фазу вот она вторая фаза это выход на рынок строительство систем систем транспортных систем 20 20 год и создается ключевая отрасль транснет понимаете об этом я тоже говорил и это все на базе введенной или на начатой вводиться в использование на первой фазе на прошлом этапе блокчейн платформы стали global токен с двадцатого года она в основном и запускается 0 1 0 7 2020 года от этого зависит новый технологический проект из кавей начиная с этого года о чем она были дарить говорю сколько там миллионов 20 миллионов километров и вывод акции на айпио это все между собой связаны и теперь если посмотреть значит если посмотреть вот эту схему на которой обещал остановиться здесь очень важно что предварительно зависит цены от объема что здесь важно и почему это повторяет надо понимать что это значит на что влияет и что от этого зависит какие какие зависимости мы не знаем там четко не сказано цена значит на 0 1 0 7 это 10 центов это задавали мне вопрос или это 60 миллионов будет 0 1 0 7 но мы четко знаем что этот период надо пройти где будет где мы будем 0 1 0 7 21 года мы можем здесь быть мы можем здесь быть может быть 0 1 0 7 будет здесь что это значит что 0 1 0 7 это значит что будет собрано 60 или как бы собрано или операции с токенами сделано на 60 миллионов 125 миллионов и еще на 250 миллионов то есть в целом более 400 миллионов понимаете таким образом это дело очень серьезное и поэтому от нас тоже немало будет зависит где мы здесь будет в какой момент мы будем или на 125 миллионов или на 60 миллионов или на 250 миллионов и такова будет ценность или стоимость токена или это будет 0 1 0 7 2021 года а что еще от этого зависит от этого зависит реализация и вывод на рынок понимаете потому что чем больше собрано с одной стороны да можно сказать что можно собрать кучу денег положите в шкаф и сидеть ждать но вы же понимаете что не для этого делается все и нужно развивать и запускать индустрию новую индустрию транснет систем инновационного струнного транспорта и сопутствующих всех сопряженных кластер вот на что нужны деньги и на что и на это влияет на что это еще влияет на наши дивиденды дорогие друзья потому что представьте себе что к 1 0 7 собрано 125 миллионов проекты все прибыльные конечно не будет какой-то колоссальный касса колоссальных дивидендов но какие-то дивиденды если это прибыльно все будет сделано вполне реально за не к этому моменту а за 2020 год рассматривать 2021 году если это будет 0 1 0 7 2021 год то тогда надо смотреть как это повлияет на дивиденды и сможет ли и можно предполагать что это повлияет на дивиденды в двадцать втором году получаемый за 21 год логика всегда такова вот поэтому здесь дорогие друзья очень серьезно нужно к этому отнестись вы скажете а какой мы к этому отношениями имеем те кто уже приобрели те кто собирается приобретать и готовится и готовится соответствующие предложения к этому надо быть готовым надо внутренне быть готовыми надо быть морально готовыми надо быть лояльными проекту много что надо сейчас делается очень многое для того чтобы привлекать новых инвесторов в проект именно уже вот на логику как бы обеспечения этих финансовых финансовых притоков в проект и это все нужно в первую очередь во вторую и в третью очередь для того чтобы выйти сюда в этом году идти дальше сюда и выход акции на ipo очень сильно будет зависит от того как будет проведен процесс именно вот этот процесс я еще покажу на всякий случай значит токен блокированный до 01 07 то есть мы не можем его продавать они проданы только это тут будут как обмененные так и проданные продажи должны начаться это в ответ на вопрос а будет ли еще продажа токен полагаю что будет потому что предполагает белый белый бумага разблокировка будет 01 07 и дальше пойдет там по 8,3 процента до 01 07 это говорит о том что есть видение как должен идти пардон как должен идти этот процесс накопление вот этих так называемых за счет размещений в различные проекты токенов и накопление этих денежных средств через токенизацию проектов так есть вопросы я тут раз разогнался можно говорить струнный транспорт юницкого не надо говорить юницкого просто струнный транспорт инновационный струнный транспорт все иначе мы опять начнем юницкого там везде примазать а юницкий это то все 5 10 продолжится ли далее обмен доли на токены или выкуп для тех кому да я думаю что видите здесь я вам показал что да я думаю что будет я думаю что будет потому что в этом есть резон не буду вдаваться подробно сейчас значит зависит 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 от нашей активной работы кто активно поработает по продаже токенов а тут будет больше финансовый спектр ну в первую очередь можно так сказать николай да конечно определенные выгоды будут и интересные выгоды могут быть да да не могу сейчас открывать тех к схем которые предполагаются но вы очень очень близки и может быть даже недооценивать еще пока таня ну а у вас фантазия разыгралась не надо будет тут надо будет уже тем кому за 70 65 за 60 55 и так далее поскольку прибыли уже не за горами значит что вы имеете ввиду выкуп друзья но вот как вы не можете понять это говорит о том все мое предпочтение к тем кто как-то высказывается в дорогие друзья вот когда человек начинает говорить о выкупе то это говорит о том что он зашел зациклился за шорился и сидит в проекте и ждет когда будет вы когда будет вы но вы же можете сами посмотреть что значит сейчас продать конечно если припёрла извините за выражение то конечно это интересно когда будет выкуп наоборот надо задавать вопрос когда будет стоимость или цена этой акции которые у нас залоговые лежат сейчас стоят в реестре когда ими можно будет скажем так торговать и если вдруг понадобится при торговой как только дорогие друзья запустится рынок токенов я вас уверяю что я над вероятность очень высокая очень высокая что будет возможность обменивать на токен а что это значит это значит что токены можно будет продавать а кому они нужны я прошлый раз или позапрошлый раз прошлого не было вот за прошлый раз говорил прекрасно помню что подрядчики партнеры все им жизненно необходимы будут токены скобей global talking вот первый рынок второй рынок это те кто видит что проект а многие видят уже сейчас что проект очень выгодный транспортная вот не дали чем вчера позавчера извиняюсь во вторник были тарту есть такой город вице-мэр города пригласил работали с ним уже с лета прошлого года ему информацию передавали передавали и вдруг они принимают решение что тарту это университетский город в эстонии он раньше еще когда-то при российской будущей российской губернии эстонии назывался герд или юрьев вот это старыми традициями там немного жители не очень много большинство из студенты есть там какая-то промышленность так далее они хотят сделать город парком зеленым городом и умным городом и говорят нам не хватает умного транспорта и когда мы увидели вникли просмотрели они очень внимательно посмотрели все что в интернете про это пишется за это время и пригласили нас туда рассказать и показать на пальце что такое и с нами переговорить что можно было бы сделать они были просто восторг я вас уверяю понимают и что это говорит это говорит о том что уже мы себя заявили еще пока только сделав то что мы сделали а колоссально впереди о чем городе уницкий и нет оснований мы не доверять дорогие друзья я бы хотел вам сказать поэтому здесь вот такова история моей старушки за 70 тех старушка старушка за 70 девушка в моем понимании мне уже за 70 поэтому еще такой крендель так ладно тех поддержка сначала предложили выкуп а потом отказали ну не знаю планируется в будущем серийная производства юнимобиля нет это не наша линия татьяна вот и юнимобиль если кто-то возьмется за этот проект бога ради лично я его не считаю перспективным капитала скорее что какое людмила что-то значит капитал уже не является дочерней компании skyway она никогда не была прямой дочерней компании skyway капитал как она называлась она является площадкой платформой это не компания это рабочий инструмент юридическое лицо у нее ни капитала ничего нет есть только определенная структура сотрудников который обеспечивает поток инвестиций все понимаете так вопросы еще так разыгралась фантазия так вопросов больше тут нету да все спасибо дорогие друзья время уже тоже подходит я быстро завершу так смотрите значит это уже не надо хочу напомнить что такое вообще проект многие говорят ну что там этот проект вот взяли начали начали строить смотрите напомню те кто мало-мальски ходят на вебинары знать что до того чтобы начинать получать прибыль нужно пройти как минимум от пяти шести месяцев до предпроектные проектные фазы это очень хорошо проектная фаза иногда занимает уже одна только столько месяцев до а эти предпроектные предвизи билите станет занимают тоже иногда три-четыре месяца все зависит от объема проект и это три-четыре то есть год ушел дальше начинается еще год полтора-два то есть всего пятый этап строительства заканчивается это может быть от двух с половиной до пяти лет проект потому что очень много работы здесь показывается и только после этого каждого проекта начинается база эксплуатации и прибыль пойдет из эксплуатации основная потому что концепция и бизнес-модель компании или скажем так корпорации сковей до сих пор было чтобы скажем не удорожали проекты строительства хотя тут можно по-разному относиться я не исключаю что эта бизнес-модель может тоже слегка измениться тех условиях как бы потребности на рынке это надо будет менять понимаете то есть это надо быть глупым человеком или глупой корпорации если бы не вот мы там в 2014 году решили что мы будем концепция у нас была такая что мы будем в целом значит скажем только с небольшой прибылью делать строительный проект а мы решили что мы будем там участвовать практика за это время показывает что переговоры разговоры обсуждения что не все заинтересованы чтобы корпорация сидела в эксплуатационной компании по-разному может быть поэтому я так чувствую что корпорация или же скажем головная компания группа компаний может очень четко начинать регулировать и прибыли со строительства с 5-10 процентов вполне может дойти до 30-40 процентов и это ничего страшного не будет это такое тоже есть тем более когда начнет спрос на технологии повышаться и глупо будет этим не воспользоваться и дальше завершая значит смотрите что еще очень интересно и важно что в отличие от других значит у нас львиную долю стоимости проекта занимает подвижной состав у всех других проектов это так называемый транспортные стакада а у нас у них вот это примерно настолько да а у нас наоборот это самое большое наше преимущество понимаете а остальное уже так себе структурно капитальных вложений в принципе с ее рассматривать и напоследок дорогие друзья зачем мне инвестор нужен токен скорее не буду больше повторять это было уже вот первую очередь это ликвидность моих инвестиций до айпио то что кому хочется в акции скажем акции как бы сделать ликвидными одна из возможностей но как важно как относиться к предлагаем пакетом кредитования технологии вот что хочу сказать один к 30 что говорит практика это все равно я один доллар кредитовал и мне легло или ляжет после того условно говоря когда все взаимоотношения кредитные взаимоотношения с компанией осуществлю про инвестирую становлюсь инвестором у меня становится 30 ну слушайте где еще выгоднее я неоднократно показывал выгодность этих расчетов вот она и здесь она тоже выгодно и поэтому дорогие друзья для всех для нас кто мы есть интересно для тех кто начинали 2015 16 17 18 19 пожалуйста новым людям предлагайте это все равно очень хорошая инвестиция и скажу напоследок что четко как бы опыт я обратил или ко мне обратился мой внешний знакомый большой хороший такой мощный предприниматель умный человек вот и он говорит что владимир у меня заканчивается последний пакет вот что мне дальше делать я вот посмотрел и так считаю что мне абсолютно по 100 долларов в месяц и мне для меня это вообще скажем ну просто интересно потому что я больше значит на другие глупости трачу вот лучше нападе на дело потрачу я считаю что это выгодно а у него хороший уже пакет и поэтому я считаю очень выгодным взять пакет там один к 30 там плюс значит тысяча акций как бонусный я у него спрашиваю но слушай смотри какие у тебя говорит ну что пока предлагают надо пользоваться что я считаю что портфель надо наращивать на всех любых выгодных условиях а это выгодные условия он сказал у меня спрашивает что ты не понимаешь что ли я говорю я так понимаю мне было интересно тебя услышать и поэтому я передаю это вам дорогие друзья пользуйтесь этим и относить его от нас как тут впереди было написано вопросов которые вы здесь задаете или как бы комментарии что от нас зависит мы все являемся предпринимателями которые вошли в этот проект и нечего сидеть ждать когда кто-то где-то сделает я неоднократно об этом и сейчас тоже этот этап этот период понимаете можно ждать что придут час новые там токены там что-то еще выгоднее будет акции 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 дорогие друзья надо как бы портфель портфель держать деньги все равно потратится я не знаю что завтра будет с долларом я не знаю что завтра будет с он будет лучше крепче и так далее вообще может все перевернуться акции они как были так и останутся акции понимаете и будут привязаны к тому какая финансовая система или денежная единица или единица взаиморасчетов в мире стране в регионе возникнет или будет использоваться вот чем дорогие друзья суть я благодарю вас за внимание вопросов а есть вопросы так но мы уже можем не дожить до этого да ну что вы марина будьте проактивными я я так рассчитал на обратный выкуп что решение по здоровью но я понимаю вы здоровьем займитесь для решения для решения по здоровью вы понимаете это отдельная история я не буду сегодня больше говорить на эту тему я понимаю конечно это образ мышления это образ отношения вот но ведь зачастую мы считаем что мы довели свое здоровье до того что нам теперь нужны деньги которые мы инвестировать но вопрос то в том что а что других средств нету что ли получить деньги для управления здоровью если это действительно последний предел если действительно нет ну тогда другое дело а так пожалуйста подумайте фондом детищем юницкого какой капитал александр к фондом детищем юницкого до создавал эту компанию анатолий гордыч 2015 году создал ее но взяли мы эту компанию и занимались и поэтому она она является в принципе она является конечно скажем юридическая база она является и находится под контролем естественно нет насчет свига это совсем иная история дорогие друзья а да 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 свиг это совсем другая история так давайте сейчас спасибо спасибо дорогие друзья я еще раз благодарю берегите свое здоровье не допускайте мыслях корона вируса и всех остальных вирусов полагаю что есть более дурные злые вирусы все зависит от того как мы относимся жизни каково наше отношение благодарим ли мы каждое утро что мы проснулись солнце благодарим ли мы солнце окружающий мир позитивный проактивный и будет нам счастье берегите себя своих близких строим инновационной струнные транспортную технологию и сберегаем защищаем мир спасибо до следующей встречи следующая встреча в следующий в следующий четверг 13 числа будет много интересных вещей потому что это будет после встречи нашего правления в москве где мы будем обсуждать много важных вопросов до скорой встречи дорогие друзья всего доброго